Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Карина, и в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами моими обновочками на зиму. Это, да, теплые покупки. Также здесь будут у меня кое-какие наряды на Новый год, на Рождество. И продолжайте смотреть, если вам это интересно. Давайте начнем с вещи, которые сейчас на мне я специально одела, чтобы лучше ее просто рассмотреть сразу же. Это вот такая блузка, по-моему, да, это из Бершка я брала, да, магазин Бершка в размере М. Я взяла, вообще я ношу размер С, но иногда я беру размер М, потому что, ну, я считаю, что некоторые вещи должны быть как-то более, наверное, объемные, в которых я хотела бы чувствовать себя более комфортно и расслабленно. Лузка немножечко ниже пупка, то есть она достает практически, да, до тазовых косточек. Сзади смотрится вот граммулечку подлиннее, цветом такого как бы пыльно-розовый цвет, пудровый немножечко. Очень модный, да, сейчас в этом сезоне. Здесь есть небольшие такие вырезы на плечах, что придает ей какую-то праздничность, то есть можно ее носить сверху, если накинуть какой-то кардиган либо пиджак, это будет как-то более строгий вариант. Если же пойти вот так и добавить кое-какие аксессуары, то будет уже вполне себе праздничный образ. Далее я хочу показать вам мои новые сапоги, я их еще ни разу не одевала, они у меня еще до сих пор с этикеткой. Это Zara, вот такой просто красивейший цвет, здесь такой высокий, устойчивый, широкий каблук и острый носик, то есть он не сильно-сильно острый, но заостренный. Это чистая кожа, видите, что вот так вот они смотрятся как будто как ботфорты, то есть они в выпрямленном состоянии в своем, да, они получаются как ботфорты, то есть выше колена. Но вообще их можно вот так на голе не приспустить, то есть собрать немножечко гармошкой, и они будут выглядеть уже более такие как-то повседневные, наверное. Ну смотря опять же с какой длиной юбки вы их носите, либо вы хотите, чтобы это было как ботфорты, либо чтобы они были немножечко приспущенные. Я взяла размер 37, хотя ношу, если русский, размер 36, наверное, 35-36, в общем, в Европе, ну и вот Zara, да, как я вот сейчас вижу, я беру иногда 36-37. Сапоги 37, все-таки они мне, наверное, чуть-чуть большеваты, но так как я их заказывала онлайн, то есть с Испании, да, я покупала их, получается, онлайн, то решила не рисковать, взяла не 36, а 37 размер, все-таки думаю, так как я их брала на зиму себе, то буду туда пододевать какой-то более такой теплый носок, либо постелю еще стельку, чтобы у меня нога как бы, ну приняла в такую повысшую позицию, и поэтому, да, взяла 37 размер. Следующая вещица, это вот такие кожаные штанишки, это даже не леггинсы, это, они смотрятся, в общем, как более, как брючки, как джинсы, то есть такая модель, как у джинс, здесь есть обманки, обманные такие кармашки, фирма Кальцедония, в Кальцедонии, да, знаете, да, там не только белье, носки, купальники, но там также есть и спортивная одежда, и вот такие джинсы, брючки, то есть для меня это была находка, я была приятно удивлена, то, что там настолько классные модные модели сейчас вот представлены, то есть если у вас где-то рядышком Кальцедония есть, то обязательно загляните, а единственный минус, там, наверное, все-таки джинсы, лосины, брючки, да, они немножечко дороже, чем вот, не знаю, давайте ту же Бершку, Зару, да, взять, если, немножечко дороже, то есть в районе 50 евро, но вот то, что качество и насколько круто они смотрятся и сидят и подчеркивают вашу фигуру, и такое огромное разнообразие там брючек, так что, мне кажется, можно взять парочку и хороших, да, джинс, брючек, и можно их просто проносить весь сезон, сзади эти штанишки выглядят вот таким образом, здесь уже настоящие карманы, они не кожаные, это под кожу, и эта модель идет у нас как бы с пуш-апом сзади, то есть, ну, не конкретно пуш-ап, там никакого поролона, естественно, нет, но подтягивают как бы ягодицы кверху, они не совсем на талии, то есть, они чуть-чуть ниже талии, но все равно здесь не низкая посадка, здесь посадка достаточно высокая, по крайней мере, на мне они не в облипочку, потому что у меня все-таки, ну, как-то похудее ноги, но если ножки чуть-чуть так поднакачаннее, либо потолще, то они могут смотреться, ну, как больше, наверное, в обтяжку, единственное, снизу они, ну, все-таки, такие прямоватые, вот, надеюсь, сейчас видно, то есть, они на щиколотке не будут в обтяжку, потому что это все-таки идут у нас брючки. Сейчас хотела показать вам уже джинсы, опять же, с кальцедония магазин, джинсы уже очень высокая талия, то есть, ну, прям до талии они идут, я уже, кстати, выставляла фото в инстаграм, если вы еще не следите за мной в инстаграм, то обязательно подписывайтесь, там я, наверное, как бы вперед, да, выставляю фотографии каких-то обновок, либо чего-нибудь интересненького, в общем, смотрится очень круто, здесь есть вот такая бахрома, как будто бы отрезанные, и, ну, как с заплаткой, что ли, идут, в общем, несколько вот таких линий, потертости, все как нужно, и длина по щиколотку, то есть сейчас модные штанишки, именно узенькие, такие как скини, и чтобы они были либо оборванные внизу, да, то есть такой неровный край, чтобы был, либо просто прямые, но по щиколотку, чтобы, то есть выше смотрятся безупречно, с туфельками на каблуках, с лодочками, также с ботильонами, то есть длина ботильонов как раз будет подходить под вот эту длину, также, так как они очень узенькие, можно заправить даже и в сапоги, и сзади вот так, очень просто, но настолько хорошо подчеркивает фигуру, то есть выделяет талию, подчеркивает бедра и не приплюскивает попу, то есть просто безумно удачная модель, я очень-очень довольна. Забыла сказать, что это у меня тоже размер S, так же, как и кожаные штанишки, так что там идут размер в размер, но все равно нужно, конечно же, мерить. Следующие несколько покупок я совершила в онлайн-магазине у нас в Греции, ну, скорее всего, это какие-то европейские, наверное, марки. Хотела показать вам вот такую вот золотую, даже не знаю, как это назвать, кофту, топ, то есть топ, наверное, то есть выше бедер она идет, вот, знаете, она как будто бы стеганая, сзади на молнии, молния очень такая длинная, то есть она, ну, доходит вот прямо вот практически до конца, но она полностью не расстегивается, как распашонка. Рукава, в принципе, обычно, как, ну, видите, да, наверное, сами, вот здесь, наверное, получше видно. В общем, как стеганое одеяло, оно немножечко как будто бы фактурное, то есть немножко плотное, это тоже под кожу, я не знаю, на сайте мне очень понравилось, как она смотрится в размере S, но у них не было размера M, я не была уверена насчет этого размера, потому что все-таки это не тянущаяся ткань, это такая под кожу, и, во-вторых, то, что, ну, достаточно плотная, да, ткань идет, то есть такой фасон, то есть как будто бы как пиджачный, я не знаю, пиджачный вариант, если можно так сказать, как жакетик такой. В общем, я ее померила, она у меня на груди немножечко туговато, если бы был размер M, я бы взяла, конечно, размер M, но если пододевать, я не знаю, может быть, какую-то вот такую тонюсенькую маечку, как вот, знаете, как в бельевом плане, то есть чтобы просто скользила вот эта вот кольчуга по телу, ну, чтобы просто легче одеть было тогда, окей. И, конечно же, бюстгальтер уже нужен будет не какой-то там супер пушап, ну, чтобы просто-напросто она не была такая супер натянутая. Вообще, в принципе, красиво смотрится достаточно так интересно, празднично с джинсами, да, можно, либо с черными штанишками, с кожанами, нет, вряд ли, конечно, потому что, ну, кожа с кожей, как-то разная фактура, не знаю, мне как-то не очень понравилась. А вообще, ну, в общем, я еще пока в сомнениях, наверное, в небольших, то есть куда одеть, но когда я ее увидела, она мне понравилась на сайте. Как бы вы ее носили, с чем бы вы ее компоновали, да, напишите мне в комментариях. Следующий топ я точно так же взяла с этого онлайн-магазина, это как, ну, не знаю, как сервис такой, бульдоза называется, кто живет в Греции, то наверняка вы знаете. Этот топ у меня в размере S, но он достаточно объемный, то есть и на S, и на M подойдет. Вот я уже, кстати, снимала видео, одно из моих видео уже в этом топе, очень красиво смотрится по-праздничному, он в черном цвете и плесировка. Плесировка сейчас, конечно же, тоже модная. А здесь такие небольшие качели, то есть можно чуть-чуть расширить, да, чтобы они были как бы более натянуты, можно чуть-чуть ближе к плечам сделать. Хоть тоже он, ну, как бы такой, как кроп-топ получается немного, сзади спинка чуточку подлиннее. С джинсами, вот, кстати, на девушке-модели на сайте был представлен этот топ вместе с кожаными штанишками. Красиво смотрится, очень стильно, и мне кажется, если одеть какой-то так же блестящий пиджак, да, сверху, либо какой-нибудь жакетик, то он в новогоднюю ночь можно быть такой очень-очень стильной. С этого сайта Бульдоза такая вот блуза с длинными рукавами, то есть они немножечко как будто бы спущенные, и, ну, такие как валанчик, да, снизу идет. Удлиненный рукав, кстати, это не то, что они мне будут длинные, это просто такая модель. То есть здесь еще есть резиночка, можно немножечко поднять, подтянуть рукав и, ну, то есть регулировать длину можно таким образом. Размер взяла ML, SM размер. Размер у них уже закончился, я, то есть, не успела взять. И, в принципе, как бы большой разницы я не вижу, потому что на сайте на девушке был размер S, смотрелся точно так же, как и вот этот размер. Так как кофта очень легкая, прозрачная, то есть здесь нет такого, что вот именно по фигуре должно быть, поэтому я подумала, что размер, если даже чуть-чуть побольше будет, то ничего страшного. Следующая моя покупочка также с сайта Бульдоза, греческий сайт, опять повторяю, это вот такой топ в бельевом стиле. Он как будто бы из атласа, атласный такой материал, в общем, здесь кружавчики, то есть все в лучших традициях бельевого стиля. Такой бельевой стиль, в принципе, встречается у многих, у многих марок, так что вообще даже вот сейчас сказать не могу, что это за фирма, потому что отрезала этикетку, ну и здесь как-то я не вижу, что за фирма, так что сказать тоже вам подсказать не могу, но топ бельевого стиля тоже должен быть сейчас в гардеробе каждой девушки. Я считаю, что очень удобно под какой-то свитер, под пиджак, можно с любыми, я не знаю, любой низ можно одеть, и будете чувствовать себя не только красиво, но и модно. Так что обязательно, обязательно это прям must have. Девчонки, следующая вещица это бархатная вот такая вот блузка, даже не блузка, это боди из магазина Pull&Bear. Вы не представляете, я взяла размер L, то есть L размер это первая вещь в моей жизни, в моем гардеробе. Почему я взяла размер L? Видите, что бархат, он в принципе вниз вот так, да, он не тянется, то есть в ширину, да, в ширину он тянется, вниз нет. А снизу идет вот такая, мерила видимо тональным уже, намазала, в общем внизу идет вот такая вот ставка как трусики, да, такие, ну тоже в принципе не очень так тянутся, и внизу они застегиваются на двух таких клипсиках, на двух застежках. Черный цвет, здесь проблескивают еще такие блесточки, вы знаете, как будто вы рассыпали глиттер, когда вы делали макияж по всей кофте. Очень красиво смотрятся для Нового года, вот для новогодних праздников, для клуба, да, то есть для какой-то вечеринки, классно. Очень узенькие рукава, даже несмотря на то, что размер L сидит по фигуре. Рукава тоже в облипочку. Почему размер L? Взяла сначала размер S, посмотрела, что думаю, ну какой-то коротковатый, потом я взяла в итоге в примерочную размер M. Размер M я кое-как застегнула внизу, потому что, как я уже сказала, не тянется вниз. Возможно, если само туловище немножечко короче, то будет, наверное, размер M вот самое то, да. Но так как я поняла, что я буду себя как-то не совсем комфортно чувствовать, то есть чтобы не давила, не тянула, я пошла просто взяла на больший размер, потому что здесь сверху он ничем не отличается от размера M, но я буду себя просто чувствовать намного-намного комфортнее, потому что не знаешь, да, сколько ты проносишь эту кофту, либо час, либо всю ночь, например. Ну и опять же в магазине Pull&Bear я взяла вот такую плессированную юбку в серебристом цвете, она идет длина миди, да, такие юбки вообще есть, как в Zara, по-моему, в Bershka, я что-то подобное видела. В общем, многие-многие марки сейчас выпустили такого плана юбки, то есть в разных даже оттенках их можно найти. Очень красивые, очень стильно смотрятся, можно одеть как с сапогами, с ботфортами, то есть с высокими сапогами, можно одеть с туфельками, с босоножками, можно одеть с короткими ботиночками, даже можно с грубыми ботинками, то есть сверху какую-нибудь куртку, да, короткую, байкерскую, ботинки, либо туфельки, лодочки, просто вот, знаете, вот так смотрится красиво. Я когда дома мерила, я с разными вещами пробовала одевать, вот совсем подходит, то есть я переодевалась много-много раз, показывала всё мужу, и он всегда восторгался, то есть он не выделил какой-то образ такой вот, который, ну, чтобы сказал, что, ой, мне вот это нравится, вот это не нравится. Подходит вот буквально ко всему, вот просто обувь поменять, топ поменять, да, вверх поменять. Вот идеальная юбка, идеальная модель взяла в размере М, потому что я брала с учётом того, что так как она на талии, и размер С, в принципе, мне, да, подходит, но взяла размер М, потому что я хотела ещё заправлять свитер вовнутрь. Когда свитер заправлен, и тоже смотрится очень стильно, также можно на выпуск свитер, но я хотела вовнутрь, поэтому взяла просто на размер поменьше, хотя разница не супер такая ощутимая. И она, конечно, да, такая широкая, в общем, классная. А следующая жилетка, она у меня не очень новая, но в покупках одежды я ещё не показывала, я где-то её показывала во влоге в каком-то, в общем, не помню, не мерила, конечно же, на себя, но фотография в Инстаграме, кстати, вот была уже, когда я её покупала из магазина, мерила, да, показывала. А стиль такой, как стиль хиппи, здесь бахрома, то есть на какой-то, ну не знаю, в принципе, можно и летом надеть, и зимой, то есть и, если рукава подлиннее, можно и весной, да, то есть в таком плане. У меня шортики таким же цветом практически есть, из такого же материала, материал такой, как будто бы под замшу, здесь идёт такая вот перфорация, надеюсь, видно, да, сейчас, на спинке, здесь, ну то есть такая жилеточка, очень классно, это какой-то греческий бренд, в общем, чуть ли там не ручной работы, не помню, в общем, что за бренд, не знаю. Из свитеров я взяла новый себе, вот такой длинный-длинный, давайте вот так вот, надеюсь, видно сейчас, такой свитер с глубоким V-образным вырезом, это фирма ONLY, размер S, даже несмотря на то, что это размер S, смотрится он просто таким огромным, длина рукава отличная, длинный, ну то есть длинный как платье, но здесь по бокам есть разрезы, они очень глубокие, то есть их нельзя будет, вот этот свитер нельзя будет одеть только как платье, но я вот думала, что если немножечко может быть зашить вот эти вот разрезы, то в принципе можно носить просто с капроновыми колготками, будет в принципе и тепло, и как бы да, еще один такой, еще одна такая стильная, модная вещь в гардеробе, потому что платье-свитера тоже сейчас пользуются популярностью. Следующий свитер, это вот такая как травка, серо-белый, очень тоже такой объемный, в принципе очень просто смотрится, но настолько теплый, я одевала на голое тело, то есть бюстгальтер и этот свитер, и было настолько тепло и комфортно, комфортен телу, то есть вот такая травка, она просто безумно мягкая, вообще не чешется ничего от нее, не колется, так что да, если вы где-то такого, что-то подобное встретите, то обратите внимание, они очень теплые, брала я тоже в нашем магазине греческом, ну и остались, да, у меня аксессуары, что-то много всего скопилось сразу, я взяла себе в Бершке два вот таких набора, в Бершке очень выгодно брать чокеры, да, это чокеры у меня, очень там их выгодно брать, потому что, например, вот в этом наборе он стоит 6 евро, здесь два чокера, в этом наборе здесь их, я вот не знаю, еще не распечатывала, то ли 3, то ли 4 чокера, стоят они 8 евро, то есть я считаю, что очень выгодная покупка, вот именно такими наборчиками, да, если покупать нежели по одному, хотя по одному можно купить намного дешевле в Китае, в том же, да, на Алиэкспресс, но это надо ждать, поэтому, кстати, выгодные, да, такие покупочки получаются, чокеры сейчас тоже очень в тренде, особенно мне нравится такой шнурок, давайте на себя примерю, то есть все знаете, да, все знаете, как это все выглядит, как это все носится, то есть можно завязать, длиннее сделать, по-разному, в принципе, завязывать, можно завязать прям на шее бантик, можно вообще не обматывать шею, смотрите, или один раз обмотать, и вот эти вот перевязать просто, и, ну, чтобы так висели, то есть смотря, какую одежду вы оденете, смотря, какой вырез у вас будет, то есть, ну, в общем, в зависимости от одежды, как это все будет смотреться, так и можно повязывать этот чокер, ну, даже как чокер назвать, здесь есть вот такие маленькие палочки, ну, такие как застежки, не застежки, палочки, в общем, металлические, и сам это, ну, как замшевый, наверное, да, замшевый, наверное, материал, то есть, очень мне нравится, ношу его сейчас очень, достаточно часто, и я, да, я им довольна. Следующий чокер, это тоже такой под замшу, он очень плотный, с колечком посередине, и сзади застегивается, ну, такую как наклепку, да, вот как будто бы на куртках, это тоже очень удобно, об эту заклепку просто не будут цепляться волосы, когда, если сзади такие застежки, вот как от цепочек, так что, смотрите, как смотрится этот чокер, то есть, вот таким образом он смотрится, колечко здесь, ну, мне нравится, да, мне нравится, я уже тоже снимала, кстати, с этим чокером видео, да, открыла следующий набор, который я еще не открывала, а здесь уже вот такой первый бархатный, мне кажется, с черной, вот с этой черной бархатной кофты, которую я показывала вам до этого, мне кажется, с ней будет очень красиво смотреться, и одеть какую-нибудь еще такую, как цепочку, более тоненький чокер, с цепочкой, да, будет классно, потому что чокеры можно носить не по одному, а можно их сочетать еще с другими, еще один чокер с этого набора, он уже в таком бар, тоже бархатный, в таком бордовом цвете, подходит, кстати, к моим сапогам, даже к этой блузке, мне кажется, подходит, опять же, можно надеть какую-нибудь цепочку сюда, коротенькую, и, мне кажется, да, красиво смотрится, как я и сказала, в этом наборе 5 чокеров, и вот последние 3, с этого набора я надела их уже все вместе, то есть, первый это такой, как ружавчатый, следующий тоже с колечком, как вот с первого набора, только здесь уже шнурок под замшу, да, он такой, как из материала под замшу, и еще один цепочка, то есть, цепочку я немного слабее надела, в принципе, можно сделать и потуже ее, ну, и так, в принципе, тоже пойдет, ну, как бы здесь еще моя цепочка висит, так что можно надеть все вместе, можно по отдельности, можно их по-разному, по-разному компоновать, компоновать, то есть, один с другим, да, мне нравится и вместе, как смотрится, очень стильно, но единственное, мне кажется, к этой блузке не совсем, конечно, подходит, больше, наверное, к черным, либо где больше вырезки, соответственно. Ну что, девчонки, сейчас я хочу с вами попрощаться, вот и все, что из новенького у меня было за последнее время, надеюсь, вам понравилось мое видео, и вы почерпнули, возможно, идеи с этого видео, что модно, что в тренде, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, и увидимся с вами в следующем видео, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok